Добрый день, друзья! 22 сентября юбилей у актрисы и ведущей, радиоведущей Марии Голубкиной. Ну, это настоящий юбилей. У нас юбилеями принято называть любую дату кратную пяти. Здесь прям юбилей-юбилье. Ей пятьдесят. Женщины, конечно, не любят, когда палят их возраст, но, увы, в случае, когда речь идет о социально значимых, ну, пара кликов, и любой из вас поймет, о каком именно юбилее речь. 22 сентября 50. Я несколько раз общался с ней в прямом эфире. У меня был такой проект «Правда24» на канале «Москва24» ежедневный. С понедельника по четверг выходил каждый день. И во время одного из этих разговоров она сейчас заговорила, меня удивило крайне. У нее, оказывается, есть такая система, она всех мужчин делит на категории определенные. Я повторю, меня это безмерно удивило. Я потом в течение года своих собеседников в этом же проекте спрашивал, как они относятся вообще к этим категориям и к этому подходу Голубкиной. Я несколько оставлю. Захара Прилепина и ее напарницы по радиопроекту на станции «Маяк» Риты Митрофановой после, собственно, самого этого фрагмента, который, повторю, произвел для впечатления. А отдельно я выкладывал разговор про это с Юлией Меньшовым и с Александром Кутиковым. Ссылки на эти фрагменты оставлю в описании. Послушайте, это забавно. Ну и с юбилеем, конечно. А что еще здесь привычек? Мужчины. Вот вы моим коллегам с телеканала «Доверие» рассказывали о мужчинах, очень интересную привели к квалификации мужчин. Я шутила, да. Нет, ну это понятно, что это шутка, юмор. Значит, что мужчины – это категория есть. Свиньи, козлы, коты и собаки. Да, вот свиньи, козлы и собаки – это достаточно, ну, как бы традиционно… Нет, собака – это пес, товарищ, друг. Нет, ну, понятно. Свинья – сами знаете кто. Ну, понятно. А козлищи-то, ну, понятно. Ну, да. Нет, просто у Pink Floyd был такой альбом «Animals», там тоже всех вот двуногих квалифицировали так. А вот коты – это такая вот нечто… А коты – это приятная. Ну, вы же кот. Я кот? Это сразу видно, конечно. Видно, да? А как вы вообще определяете? А, видите, круглая оправа, серая. Хорошо, здесь были бы другие очки тоже. Нет, не знаю, серая, это самое, штучка, бубочка. Понятно, то есть другая оправа, другой прикид, и я стою с другим животным. Однотонное, одежда в положении, расслабленное, да? Я тоже так сяду. У меня тут забрызганы штаны. А у меня просто ведь насчет котов, я обычно провожу эфир с кошками. У нас есть приют. Так вот, вы знаете, выглядит, как будто у меня нет одной ноги. Мне все время говорят, что я как цапля, но просто это такая мебель, что вот иначе… Я могу еще сидеть вот так вот, но если вас напрягает кошачья поза. Я обычно с кошками веду эфир, потому что нам приводят из приюта. Я там Менчишкова пытался впарить, шведкой взял к себе в театр. Вот, ну или кто-нибудь из зрителей берет. А мне сказали, Голубкина не любит котов, любит только лошадей, поэтому ты даже, в общем, и не приноси животное. Знаете, у меня есть кошка, и я хотела бы вам ее впарить, потому что это гадина. Мы можем пристроить, мне точно не надо, но пристроить можем ее. Ну, давайте подумаем, потому что мой сын еще пока сказал, давай ей дадим еще испытательному сроку одну неделю. А дочь что сказала или дочь не принимает? А дочь ей все равно. А, она не принимает, да. Она нет, она не к животным вообще так спокойно относится. Хорошо, у вас же сын, он же маленький мужчина. Да. Он тоже кот или кто он? Он человек. Как? То есть он, хорошо, с сыном понятно. Он же еще не превратился в детку. Андрей Миронов каким был животным? Он думает, что кот, конечно. Влюбленности, как сорванные цветы, они так же украшают жизнь и так же быстро гибнут. Ну, если серьезно, Иван Ахлобыстина. Ну, это такой дикий кот, такой драный, грязный, сумасшедший дикий кот. Не козел. Нет, нет, нет. Мадам, я вам чрезвычайно симпатизирую. Пойдемте вместе со мной по жизни. А скажите, вот... Но потенциально каждый из этих котов... Мы все потенциально козлы, да. Каждый из этих котов может стать человеком. А, вот так, да? Шансы есть. Не в этой жизни. Будем надеяться, что... А что для этого надо? В этой, потому что потом будет поздно. Что для этого надо, жениться официальным браком? Нет, просто... Причем здесь жениться? Какая связь? Я не знаю. Нет, я такой, я пытаюсь вычесть. Нет, вот Ахлобыстин женат официальным браком. Ну, нет, Ахлобыстин... У него, кстати, столько детей, что он действительно кот. Ну, так, и Оксанка сказала, когда-то мы шли в Израиль, и там очень много кошек, и сидела такая кошка, кормящая, у нее были присосавшиеся котята, она у нас сидела, и худая такая, глаза выпученные, и дети побежали ловить эту кошку. Оксанка сказала, стойте, не рвите материнское сердце. Здорово, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Я ничего не понимаю вообще. Я вспомнил, кстати, насчет мужа-негодяя Маши Голубкина. Вот здесь вот прям сидя, на том же месте, на котором ты сидишь, меня потрясла классификацией всех самцов. Все мужчины по уголубками делятся на 4 категории как раз про животных. Есть мужчины-коты, мужчины-собаки, мужчины-свиньи, ну и самое распространенное... Козлы. Конечно. Ты согласна с этой коллекцией? Не нужно зачеркнуть. Ты готова расширить? Или ты считаешь, что она достаточно точно определила... Ну, козлы, видимо, по запаху мужчины определяются. Да, вот так вот, да? Ну, я предполагаю, да. Мы пахнем? Потому что есть действительно мужчины, которые подозрительно за собой не следят. Я не за метросексуализм, я не знаю даже, что это такое. Ну, так, чисто со стороны. Но следить до какой степени? Вот маникюр делать? Нет, ну, это гигиена, господи. Это даже не будем тонкости. Просто есть много мужчин, от которых тупо пахнет неприятно. Потому что они просто не ходят в душ утром и вечером, видимо. Так. И поэтому это неприятно. Коты, конечно, уже понятно. Где ты таких находишь? Так, охранники, парковщики, работники все. А, понял. Нет, люди физического труда, мы их, конечно, принимаем. Но я не понимаю, почему в Чехословакии от физически трудящихся людей не пахнет, а у нас пахнет. Хорошо в Чехии, я уточню. Да, да. Дальше. Ну и в Словакии тоже, наверное. Да. А затем коты, ну их понятно. Коты это люди, видимо, при деньгах и которые любят ухаживать за девушками. Так. Без обязательств. Потом свиньи. Да, свиньи, да. Свиньи, я даже не знаю. Голубкина, она мне как-то говорила, но... А, то есть это у меня не эксклюзив был? То есть это у нее она пожизнь не несет? Нет, подожди, это ее теория жизненная диссертация, можно сказать. Я думал, что просто, да. Ее кандидатский минимум. Ага, так. Вот. И что это такое? Ну, кто там, скоты еще или... Собаки, псы. А. Ну, вообще есть такое утверждение, что all men are dogs. Наверное, да, инстинкты, как у собаки, вот у них такие же. Да. А коты, они хитрые. Да. Это... Ну, есть один. Да, один. Копица. Он в это не входит. Не входит вообще. Ну, еще пару человек, которых мы не будем сейчас фамилии. Отдельные животные, да, которые... Вот. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». А, и раз уж мы так говорили про мужчин и женщин достаточно много, я хочу последний вопрос. Он вообще достаточно традиционный у меня в передаче задать насчет Маши Голубкиной. Она вот когда-то в этой студии произнесла такую вещь, которая меня совершенно перепахала. Она сказала, что все мужчины, абсолютно все, делятся на четыре категории. Первая – козлы. Ну, понятно, сам распространенный. Вторая – свиньи, собаки и коты. Какое животное? Захар Брилет. Я хочу вас встречать на вопрос. Был хоть один мужчина, который сказал, что он козел? Ну что ж, мы по-писательски ушли от ответа. Да нет, точно не кот, конечно, собака. Маша Голубкина в следующий раз появится. Напомните ей разделение Ницше, который сказал, что все женщины делятся на коров, птиц и кошек. И пускай она выбирает, кто из них она. Ой, я с ней поговорю об этом. Огромное спасибо. Спасибо вам. Это был настоящий писательский разговор. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.